Здарова натуралы! Сегодня я вам расскажу про своих редких и интересных муравьев Фейдоли Мегацефала, а также их интересную историю. Поехали! Предлагаю начать с небольшого описательного рассказа о этих муравьях, потому что думаю многие в первый раз слышат о этом видео. Итак, Фейдоли Мегацефала это мелкие тропические муравьи, из небезызвестного рода Фейдоль. Мегацефала это стойкий, выносливый и быстро плодящийся инвазивный вид. На новых территориях данный вид наносит высокий урон местной фауне, а также сельскохозяйственным растениям, из-за чего был включен список 100 самых опасных инвазивных видов. Изначально данные муравьи жили в африканских тропиках, но сейчас расселились в Северную и Южную Америку, Южную и Юго-Восточную Азию, Европу, Австралию и Новую Зеландию. Короче, очень опасный инваз. У данных муравьев может быть сразу несколько яйца кладущих самок, что повышает плодовитость данных муравьев и по факту делает их колонии бессмертными. Главный минус, что их самки живут очень немного, в разных источниках от года до двух. Так что данные муравьи постоянно должны производить кучу новых самок. Чем они успешно занимаются? Да-да, это феи с внутригнездовым оплодотворением. Теперь, когда вы получили примерное понимание, что это за муравьи, предлагаю перейти к истории их появления у меня. А она невероятно интересная. Купил я их в самом начале марта. Данных феи покупать я вообще не планировал, но после зимы, когда я ничего не покупал, мне хотелось купить хоть какую-то прикольную экзотику. Поэтому, когда в продаже появились феи, я долго думать не стал. Доехали они очень быстро и вроде бы безболезненно. В из семьи или колонии, ехать за как их называть, было немного меньше рабочих, чем заявлено в объявлении. Ну а тут ничего страшного. Потом я, как всегда, положил новых муравьев в тихое тёплое место на три дня и к ним не заглядывал. Самая мистика началась, когда я их открыл. На арене, которую я к ним предварительно подключил до этого, лежали все рабочие мёртвыми. Также там были матки, как мне тогда показалось. Но из-за того, что тогда было уже очень поздно, я не стал долго рассматривать трупы и вытряхнул их в мусорку. И вот, с момента предполагаемой гибели данной семьи прошло уже около месяца. И я начинаю довольно часто замечать на контейнере своих улиток охотин, бегающих рабочих фейдоль. Я сначала не понимал, что происходит. И понимать не хотел, так как мегацифал считал мёртвыми. А других фей у меня не было. Всё стало ясно, когда во время кормления улиток я случайно заглянул вниз контейнера. И увидел грудку муравьиных яиц в слое субстрата. Тогда сразу стало всё понятно. Я спешно подготовил инкубатор и всё, что нужно для переселения. После чего аккуратно извлёк муравьёв из контейнера у улиток и переселил их в инкубатор. Оказалось, что матки вместе с парочкой рабочих всё-таки выжили. И смогли переселиться в контейнер к улиткам, который был на полке выше. Если честно, мне очень повезло, что улитки не раздавили муравьёв. Так как они любят рыться в субстрате. И спокойно одна улитка могла проползти по маткам. По поводу поведения уже могу сказать, что данные муравьи довольно дерзкие. Как только я открываю пробирку, чтобы их покормить, они сразу же подбегают ко входу. Но не чтобы убежать, а чтобы получить свою законную личинку жука-знахаря и долю сиропа. А потом в тишине и спокойствии обедают. Кормлю я их сиропом из тростникового сахара, а также личинками жука-знахаря. Ещё в качестве исключения могу дать другие виды белка. Сироп они, кстати, хорошо пьют, в отличие от полидул, которые у меня были ранее. Если сравнивать с полидулами, то мегацефала не намного больше. По крайней мере, без прямого сравнения, разницу в размерах между этими двумя видами вы не увидите. По расцветке они, естественно, отличаются. Мегацефалы такого красивенького коричнево-карамельного цвета, что смотрится очень прикольно. Пока что долго говорить про этих муравьёв я не могу, так как у меня ещё маленькая семья и мало опыта в их содержании. Но надеюсь, в будущем я наклепаюсь с ними много контента. Ну а на сегодня всё. Всем удачи, всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok